С выхода GTA 5 прошло уже 10 лет и поклонники с нетерпением ждут новой части. В этом видео мы собрали всю самую главную информацию о GTA 6, включая анонс, дату выхода и инсайдерскую информацию о геймплее игры. Перед началом ролика попрошу вас поставить лайк и подписаться на наш канал, а тем временем мы начинаем. С выхода последней части франшизы GTA прошло уже 10 лет. Поклонники с нетерпением ждут возвращения боевика, и вокруг новой игры от Rockstar не перестают множиться слухи. В конце апреля 2023 года в сети появилась информация о готовящемся анонсе GTA 6. По словам многочисленных изданий, шестерку официально представят уже 17 мая. Разработчики рассказывают о предстоящей игре в рамках собрания инвесторов. Однако мы не советуем принимать эти слухи за правду. Скорее всего, компания проведет очередную конференцию, посвященную финансовым отчетам. Подобные новости о близком анонсе мелькают в сети каждые 3 месяца. Впрочем, ситуация еще может измениться, так что следите за новостями вместе с нами. Говорить о том, когда выйдет GTA 6, можно будет только после официального анонса. Когда Rockstar представят игру, они скорее всего и объявят релизное окно. При хорошем, но маловероятном раскладе этого стоит ждать уже в конце лета. Между тем, инсайдеры уверяют, что релиз GTA 6 состоится уже в конце 2024 года. При этом они считают, что из актуальной версии игры вырежут часть контента. Ведь позже материалы будут выпущены в качестве DLC. Слухи вокруг шестерки не утихают. К примеру, на Reddit был опубликован документ, согласно которому компания планирует рекламировать крупнобюджетный проект на улицах Майами. Подлинность договора никем не подтверждена, но пользователи сети уверены, что речь идет о GTA 6. Пользуя этой теорией свидетельствует тот факт, что Майами является прототипом Vice City. Если слух подтвердится, то промо игры появится уже в конце грядущего лета. А полноценный трейлер, по словам инсайдеров, стоит ждать осенью 2023 года. Действия GTA 6 разворачиваются в уже знакомом игрокам Vice City, но уже в наше время. При этом многочисленные слухи об открытом мире тоже, скорее всего, правдивы. Пользователи Reddit'а даже оставили ориентировочную карту будущих локаций. Карта включает в себя новые города, например, как Амбрузия, Рэдхилл и другие. В шестерке будет два играбельных персонажа. Это Джейсон и Люсия, которая стала первой женщиной-протагонистом GTA. Характер их взаимоотношений держится в секрете. Скорее всего, они являются парой возлюбленных, вроде Бонни и Клайда. Но, по другой информации, герои приходятся друг другу братом и сестрой. И одно другому не мешает, как говорится, это дело семейное. Rockstar задействует немало ролевых элементов, в том числе вдохновленных Red Dead Redemption 2. В GTA 6 будут ограничения на количество оружия в инвентаре. При этом у героев появились показатели жажды, голода и усталости. А полицейские будут запоминать номера машин преступников. По некоторым сведениям, в GTA 6 будут добавлены многочисленные водные активности, включая серфинг. Об этом свидетельствует пополнение в составе разработчиков. Rockstar наняли 20 экспертов по физике воды. Они должны подготовить спецэффекты и анимации, которые близки кинематографическим. Сами разработчики уже заявили, что GTA 6 станет самой амбициозной игрой студии. Геймплей будет расширен и углублен. В том числе появятся и активные диалоги, перетаскивание тел, азартные игры, скачки и многое другое. В сеть продолжают утекать подробности о разработке, и сейчас пользователи сети активно обсуждают бюджет новой части игры. По слухам, создание и продвижение GTA 6 будет стоить 1-2 миллиарда долларов. Если эта информация подтвердится, GTA 6 станет самой дорогой игрой в истории. Она превзойдет ближайшую соперницу Destiny, на которую потратили 500 миллионов. А это дороже в 2-4 раза. В сентябре прошлого года хакеры слили гигабайты информации, посвященной GTA 6. Среди утечек оказались десятки геймплейных видео, а также коды. Разработчики подтвердили, что слитые данные действительно связаны с игрой. Они также заявили, что случившееся негативно повлияло на разработку. Но, как мне кажется, скорее всего это такая же фишка, как и у Apple. Сливать продукт на стадии разработки, чтобы узнать реакцию зрителей. На запись попал пред-альфа-билд игры. Однако уже по этим роликам можно судить об особенностях геймплея. Герои смогут грабить кассы, носить винтовку через плечо и прицеливаться под водой. Есть еще кое-что вызывающее интерес, об этом мы расскажем чуть позже. Пользователи твиттера внимательно изучили сентябрьские сливы и обнаружили нечто интригующее. По словам юзеров, во вспомогательном тексте можно найти информацию о числе участников сессии. А это прямое указание на GTA 6 онлайн. В демо-версии игры представлен мультиплеер до 32 человек, на 2 человека больше, чем GTA 5. Данную теорию подтверждает и мартовский патент компании. Ожидается, что в шестерке можно будет разделить и объединить сети. В игре также будет уменьшено число загрузочных экранов, что сделает геймплей более быстрым и плавным. А максимальное количество игроков в онлайн-сессии составит 32 участника. Нельзя не упомянуть и саундтреки GTA 6. Отдельной темой для разговора является участие популярных рэперов в производстве GTA 6. Еще в 2021 году Snoop Dogg признался, что пишет музыку для новой части игры. Он также заявил, что вместе с ним к созданию треков присоединился и сам Доктор Дре. Также стало известно, что и 50 Cent работает над саундтреками. Пишите в комментариях свои ожидания от новой GTA 6, а также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем спасибо за просмотр и всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok